В 15 стихе, в контексте проклятия змея, Бог провозглашает первое Евангелие, в 16 стихе он обращается к женщине. Да, через женщину спасение войдет в мир, однако грех будет иметь долгосрочные последствия в жизни именно женщины. Иными словами, женщина ощущает на себе страдания неизвестные мужчине. Женщина переживает конкретные результаты ее роли в грехопадении, ее роли в первом грехе. Я предполагаю, что по первоначальному Божьему замыслу, деторождение должно было быть великолепным, легким, благословенным, без всякой боли, без всякого неудобства, без всяких трудностей. Нам сегодня, в 21 веке, учитывая состояние современной медицины, даже не понять, сколь опасным на протяжении истории человечества был процесс деторождения, сколь высок был риск смерти в природах. И сегодня деторождение остается болезненной процедурой. И сегодня существует высокий риск. И сегодня существуют определенные реальности, которые происходят с женщиной, по крайней мере, раз в месяц, которые причиняют ей неудобства, которые причиняют ей порой даже боль. Женщине приходится все это переносить. Хотя мужчине это незнакомо и непонятно. Бог говорит, «Господь, умножай, умножу скорбь Твою в беременности Твоей. В болезни будешь рождать детей». Следующая фраза представляет собой сложность. И интерпретирует ее по-разному. Причем и с одной и с другой стороны интерпретационного этого барьера. Настоящие ученые, верящие Библию, принимающие Библию. Я предложу вам свою интерпретацию. Уверен ли я в том, что она истинна? Нет, не уверен. Но мне она больше нравится. Бог говорит так. Рождение детей будет доставлять тебе боль, сильную боль. И продолжает. «И к мужу Твоему влечение Твое, и он будет господствовать над Тобою». Вопрос состоит вот в чем. Когда Бог говорит «Желание Твоему к мужу Твоему». Эти слова относятся к предыдущему тексту, то есть к мысли о боли при чедородье. Или к последующему. К тому, что муж будет владычествовать над Тобою. Я связываю эти слова с предыдущим текстом. И вот почему. Рождение детей, чедородье, будет доставлять женщине боль. Чедородье будет рискованным для жизни и здоровья женщины. Но значит ли это, что женщина захочет теперь воздерживаться от интимных отношений с мужем, ведущих к чедородию? Нет, конечно. Конечно, не значит. Бог говорит следующее. Да, тебе будет больно, опасно, тяжело рождать детей, но ты все равно будешь стремиться интимно к своему мужу. Ты все равно будешь стремиться к тем отношениям, которые потом приводят к появлению детей. Я считаю эту интерпретацию. Это толкование истинным. Но есть еще одна возможность. Эту слова, эту фразу можно связать со следующим текстом. С последующим текстом. То есть ты захочешь господствовать над мужем, но муж на самом деле будет господствовать над тобой. Я такую интерпретацию в данном случае не принимаю. Священное Писание говорит, он будет господствовать над тобой. Как это понимать? Значит ли это, что роль женщины в браке, в смысле ее подчинение руководству мужа, значит ли это, что эта роль... Теперь другая. Иными словами, до грехопадения не было подчинения жены мужу. Отвечая на этот вопрос, заметим, что первенство в сотворении мужа и главенство мужа в браке, не обязательно во всей жизни, но, по крайней мере, в браке, это было установлено еще до грехопадения. Владычество мужа было установлено... Главенство мужа было установлено еще до грехопадения. Но после грехопадения главенство мужа стало непростым. До грехопадения женщина всегда была в восторге от того, что ей нужно подчиняться мужу. Сейчас, после грехопадения, восторга куда меньше. Подчиняться ей стало тяжело. Это большой-большой вопрос. На обсуждение этого вопроса нужно много времени. Но у нас уже второй день лекции заканчивается, мы дошли только до конца третьей главы, поэтому при всей интересности и увлекательности этих тем мы не можем на них задерживаться. Дальше в 17 стихе Бог говорит Адаму за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, «Проклята земля за тебя». Помните, Адам господин творения. Адаму было поручено все творение. Он должен был господствовать над этой землей. Ему дано было предупреждение о древе. Именно поэтому наше грехопадение не в Еве. Мир пал не в тот момент, когда Ева вкусила от плода, потому что Ева не является главой этого мира. мы пали вместе с Адамом, когда он вкусил плод. Кстати говоря, вот по этой причине, я не вполне это понимаю, конечно, я сразу отговариваюсь, я не вполне понимаю, почему должно быть именно так, но Бог так установил. греховная природа, которую мы, люди, унаследовали, мы унаследовали ее не от Евы. Мы унаследовали греховную природу от Адама. Сейчас мы с вами сделаем богословские выводы. мы обретаем греховную природу от мужчины, от мужского начала, от Отца. А теперь вопрос. Почему у Христа не было Отца человека, человеческого Отца? Кстати говоря, есть люди, которые считают, что у Иисуса был Отец Иосиф. Они не верят в рождение от Девы. Есть неверующие люди, которые публикуют всякие фантазии, на которых зарабатывают огромное количество денег. Например, четыре года назад Дэн Браун опубликовал свой роман, известный, «Код да Винчи». И в этом романе он предполагает, что Господь был женат на Марии Магдалине. Кстати говоря, такого же учения, аналогичного учения придерживается Мормон. Они только считают, что Иисус был мужем Марии и сестры Марфы, из Вифании. Такие идеи высказывают писатели, даже исповедники небиблейских религий. Все это не ново. Давайте зададимся вопросом, был ли Иисус женат? Конечно, не был женат. Почему он не был женат? На это можно дать множество ответов. Один из них, потому что он был уже помолвлен. Он был помолвлен в церкви. Я немножко отклоняюсь от темы. Отклоняюсь вот почему. Вопрос, который мы задаем. Почему у Христа не было Отца среди людей? Потому что Отец у Него уже был. Ему не нужен был еще один Отец. Но и это еще не все. Нашу греховную природу мы получаем, наследуем через Отцов, через мужское начало в нашем зачатии. У Христа не было мужского начала при Его зачатии, потому что зачал Его не Отец-мужчина, а Дух Святой. Человеческую природу свою Он на 100% получил от Марии. Представьте себе, женщины, как это здорово. Христос родился без первородного греха. Учение первородного греха мы находим в Послании к Римлянам, 5 глава, с 12 по 21 стихи. Здесь тоже есть Таинство. Доктрина первородного греха состоит в следующем. В Адаме согрешили и мы с вами. Не в Еве, кстати говоря, а в Адаме. В каком-то смысле мы сообщники Адама. Некоторые придерживаются другого, репрезентативного взгляда на доктрины первородного греха. Например, президент Барак Обама говорит, мы воюем с Северной Кореей. Он мой президент, он мой федеральный глава, значит, я тоже участвую в войне с Северной Кореей. А некоторые считают, что Адам был нашим федеральным главой, нашим представителем. Я в данном случае в меньшинстве среди христиан. И все-таки я считаю, что первородный грех федеральным представительством не исчерпывается. Мы не можем этого до конца понять, но я считаю, что мы каким-то таинственным образом участвовали, были сопричастны этому греху. Таким образом, нравственная вина и на нас. У нас сейчас нет времени развивать это рассуждение, а во многом оно основывается на посланнике евреям, о том, что там говорится о Мельхиседеке и Аароне. Мне сейчас некогда об этом говорить. Скажу лишь следующее. По греху Адама мы не только получили греховную природу, но вина Адама вменяется нам. Это учение о вменении или записи на банковский счет. Например, я выписываю чек Игорю, Игорь кладет этот чек в банк, это значит, что деньги из моего банковского счета попадают, вменяются, записываются на банковский счет Игоря. В Библии есть три случая такого вменения. Во-первых, вменение нашей вины Иисусу Христу на Голоковском кресте, и нам это очень нравится, это здорово. Во-вторых, вменение праведности Христа, нам поверим, мы говорим, аллилуйя, здорово, нам это тоже нравится. И, наконец, третье, вменение греха Адама нам. И тут мы говорим, несправедливо, как так можно? Зачем мне грех вменять? Когда вменение нам на благо, мы довольны. Когда вменяется нам что-то неприятное, мы говорим, несправедливо. Итак, я верю, что наше участие, наша сопричастность к греху Адама во многом таинственна, во многом непонятна. Мой взгляд, это взгляд меньшинства. Большинство богословов говорят, что достаточно Адаму быть лишь нашим федеральным представителем. Он глава человечества, он глава человеческого управления, глава человеческой расы. Если он говорит, что мы воюем против Бога, значит, мы воюем против Бога. Как если ваш президент скажет, что вы воюете с другой страной, с другим государством, значит, вы с другим государством действительно воюете. Я думаю, что такого объяснения недостаточно. Но моя позиция в данном случае это позиция меньшинства. Дальше проклята земля. Адам повелитель земли, господин этой земли, но земля проклята. Проклятие заключается не в том, что теперь тебе придется работать. Проклятие заключается в том, что теперь тебе сполна не всегда заплатят. Один день ты работаешь 12 часов, и тебе после этого есть, что есть. На другой день работаешь 15 часов, а есть все равно нечего. Бесплодность. Земля не приносит плода. Учишься, 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 готовишься к экзамену, потом получаешь двойку. Что это значит? Это значит, наше учение было бесплодным. Мы пашем, мы сажаем, мы поливаем, делаем все необходимо. Все, что необходимо, а урожая все равно нет. наша работа была бесплодной, напрасной. Вот результат грехопадения, вот результат проклятия. Не факт труда, а тот факт, что за труд мы не всегда получаем вознаграждение. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Вот что происходит в третьей главе книги «Бытие». Я вам уже показывал нечто важное в Евангелии по Иоанну. Снова покажу это сейчас в нашем курсе «Бытие», потому что Евангелие Туан и книга «Бытие» во многом пересекаются. Я понимаю, что аудитории у этих курсов разные, но кто-то уже слышал то, о чем я сейчас скажу, и все-таки повторюсь. Повторюсь для тех, кто еще не слышал. Обратите внимание на то, что происходит в «Бытие 3.18». Почва перестает произвращать лишь хорошее и доброе. Появляются сорняки, появляются колючки, тернии. Очевидно, что в Иеремском саду были только розы, без шипов. Теперь и шипы, и колючки, и тернии. И снова в 19-м стихе упоминается смерть. Труд будет тяжелым. Труд будет изнурительным. Раньше, возможно, работа всегда была приятной и радостной. Кстати, говорили, сейчас работать тоже иногда бывает приятно и радостно, но не всегда. Сейчас мы работаем до пота, пока семь потов не сойдет. И в конце концов мы в прах возвращаемся. Почему? Ну, из-за грехопадения, очевидно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова